Добрый день! Сегодня я буду делать картофельные зразы с мясной начинкой. У меня начинка такая есть ливер. Я делала пирожки с ливером, осталось немного ливера, этого я заморозила. Теперь его маловато, отварила мясо немного, грибочки, в общем очень будет вкусно. Отварила картошку, положу немного маслица и надо растолочь ее хорошо. Она посолена, как варилась, то я ее посолила. Так, растолкла картошку, пюре хорошее стало, без комочков, пусть остывает. Вот у меня немного сухих грибов, лесные. Я их замочила в горячей воде и проварила. Теперь порежу для того, чтобы обжарить их. Режу как угодно, потому что я их пропущу еще на мясорубку. Какие или красноголовцы, я даже не помню какие грибы эти. Какие-то крупные очень. Вот это беленькие, по-моему. Так, для вкуса обжарить. Вначале лучок немного обжарю и добавлю грибы. Добавила грибочки, обжарю с грибочками еще. На маленьком огне, пусть пожарится. Теперь приступлю к основному. Буду делать картошечку. Типа тесто на... Вначале одно яйцо попробую. Яйцо у меня небольшое. Как раз два будет нормальные. Разминаю до гладкости, чтобы комочков опять-таки не было. Потому что если будут комочки, то как будет готовый пирожок, сраза, то будет чувствоваться, как будете кушать. Размяла до мягкости. Теперь добавляю муки. Ложку. Две. Вот это будет у нас. Вмешала муку. Теперь на досточку посыплю мукой шарик такой, валик, чтобы потом было удобно делать мне. У меня, я говорила, ливер отварной немного осталось. Как пирожки делала, то я заморозила его. Вот отварила говядинки. И вот эти грибочки. Сейчас проверну на мясорубке. Мясо с грибочками. Грибочки. Мясо. Загружаю фарш в сковородку. И смаль с лицом я его обжарю. Чтоб не был сильно сухим, добавлю чуть грибного отвара. Грибочки варились немножко. Теперь перехожу к основному этапу. Беру тесто картофельное мое. Так. Нарезаю вот такие. Беру фарш. Мясной фарш сильно много, конечно, не надо. Его не вложишь, как дрожжевой пирожок. Дрожжевой пирожок тесто растягивается. Здесь, естественно, не растягивается. Надо аккуратненько вот так склеивать. Так. Переворачиваем с ножом. Делаем форму хорошую. Красивенькая. Теперь ждет. Пусть она в своей очереди в сковородку таст. Муку подсыпаю все время. Потому что я в тесто это всего 2 ложки дала муки. Сильно много тоже не надо давать в тесто муки, чтобы не было резиновым. Вот. Аккуратненько. Вот. Чуть унипало. Так. С помощью ножа переворачиваем и делаем красивую форму. Чтоб ровненький был пирожок. Вот. Видите? Он культурный, ровненький пирожок. Дальше. Сковорода нагрелась. Загружаю зразы. Аккуратненько. Аккуратненько. В небольшом огне фарш готовый. Зразы готовы. Пользуйтесь моими рецептами. Готовьте. Приятного аппетита.